Почему Лукас эгоист? Он же такой классный. Ответ, ну например если сравнить с остальными недооцененными персонажами, то Кьона, он спас Науди, помогал ему выживать, даже рискуя жизнью он не бросал его, всегда старался быть рядом, он любил его очень сильно, он боялся за него больше чем за себя, хотя о нем волноваться уже не нужно было. Но Науди убил его опять же по причинам. Если взять Науди то он дружелюбный, отзывчивый и веселый драм, который поднимал всем настроение, он любил приключения и был очень мил со всеми, привязан к Кьона и боялся что-либо встречать новое без него. Науди спас Лукаса от быстрой смерти, принял его таким какой он есть, защищал его от других, заботился о нем, полюбил его и старался быть всегда рядом, каждый день, каждый час, каждую минуту. Кьона напрягал этот расклад событий и он просто ревновал смотря на все это. Теперь, Лукас же не зная своего места, которого по сути и не было, вместо того чтобы скрываться, он любил показывать себя на публике. Остальные драмы не понимали, что он хочет этим сказать, что он урод. Или что существует любовь между драмами и кхагмиями. Но все же Науди спас Лукаса и тот вместо благодарности просто банально относился к нему, открыто показывая свое равнодушие и не стыдился этого, ему главное думать о себе и все. Единственное что не могло отдалить его от Науди это то, что Науди спасает его от других драмов. Но и позже, Лукас понял, что где бы он ни находился Науди всегда будет прибегать. Лукас умер и с помощью одного желания случайно увидел Стивена, из которого сделал не личность, а симуляцию, просто свой идеал, который не может ему наскучить. И Лукас любил Стивена, который по сути является его фантазией. Встретив Науди в давней, ему не понравилось что кто-то его помнит еще и решил избавиться от свидетелей и стер себе память о нем. Науди был не в себе, он не знал чего хочет теперь, что ему еще нужно потерять, что он искал, какая теперь цель, что делать дальше. Единственное что тогда получилось при его моральном состоянии это смерть. Перед несколькими секундами своей смерти он встретил Кьона и не смог уже ничего ему сказать, эмоции переполняли его последние секунды, он хотел сказать Кьона как можно больше слов, обнять его и сожалеть, но оставались считанные секунды до смерти. И из-за своего состояния он просто превратился в камень, из которого по сути может опять переродиться новая жизнь такая же как и Науди, но вторую часть драмов, я не планирую. Также Лукас упрямый и считает свое мнение самым важным, смотрит на всех свысока, не любит критику, может ненавидеть даже самого безобидного человека за что угодно, он намеренно любит раздражать остальных, ему плевать на чувства других, он считает себя умнее остальных, хотя если посмотреть с точки зрения Лукаса на жизнь остальных, то так и есть, по сути Лукас пофигист, который ищет выгоду для себя. Субтитры создавал DimaTorzok